Доска почета с именами лучших работников предприятия встречает каждого, кто входит на территорию ООО «Старт», а также зеленые лужайки, чистенькие автобусы, прохлада фонтана у беседки. Все это прекрасно соседствует с современной станцией технического обслуживания и павильоном технических осмотров. Впечатляет и диспетчерская, где маршрут движения каждого автобуса на линии можно отследить в реальном времени и в записи. Здесь строгие требования к внешнему виду водителей и дисциплине. На вопрос о секретах такой организации труда предприниматель Александра Заряна ответ знает точно. Самое главное не лениться, работать, трудиться, трудиться и трудиться. Помогать людям – это святое. Слаженный коллектив должен быть. У нас хороший коллектив водителей, профессионалы, постоянно обучаемых, работают на линии, все в чистых белых рубашках ездят. Вот сейчас 9 мая мы запускать будем уже белые формы одежды. Александр из того времени, когда после армии парни сразу шли учиться и работать. В пассажирском автотранспортном предприятии «Анапа» Азарян работал водителем автобуса. В душе же всегда был уверен, что откроет свое дело и будет его делать так, что им будут гордиться люди. Александр Мартиросович из тех предпринимателей, кто активно помогает городу и самым простым людям. Когда во время тушения пожара пострадала квартира ветерана Великой Отечественной войны, свою помощь ему предложил Александр Азарян. Азарян Александр, который действительно человек души, человек благородства, человек, который действительно болит душа за тех, кто немощный и больной. Международную премию признания на форуме «Россия. Территория эффективного предпринимательства» он получал наравне с известными актерами и композиторами, знаменитыми космонавтами. Георгий Гречко справедливо заметил на торжественной церемонии. Награждаются люди разных профессий, потому что я ценю человека не за престижную профессию, а за то, как он ее выполняет.